Здравствуйте, ребята, здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами про жизненный цикл мхов. Меня зовут Маргарита Журавкова. Я преподавательница школы степенем.ру. Давайте начинать. Но прежде чем говорить про мхи, хочу вам сказать, что у нас на сайте на самом деле очень много заданий не только про мхи, вообще по всей ботанике, и не только по всей ботанике, но есть еще и варианты, и всякие тематические, сборники. В общем, приходите к нам на сайт обязательно. Попасть к нам на сайт вы можете, отсканировав этот QR-код, или перейдя по ссылке в описании к этому видео. Ну а мы с вами все-таки приступаем уже к жизненному циклу мха. Чаще всего в экзамене встречается жизненный цикл именно кукушкиного льна. Давайте с него и начнем. Итак, задание может быть вот такого типа. Какой хромосомный набор характерен для клеток, листьев, мха, кукушкина льна и его спор. Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки. Давайте разбираться. Начнем мы с вами вообще издалека с, в общем, жизненного цикла растений. И чтобы нам с вами разговаривать на одном языке, давайте введем несколько очень важных терминов. Например, термин спорофит. Что это такое? Часто начинается путаница, что такое спорофит. А лист это что? Это тоже спорофит. И что он делает? Да, обычно говорят, что спорофит это что-то, что образуют споры. Но на самом деле не все части спорофита занимаются образованием спор. Безусловно, внутри спорофита есть такая часть. Но вообще спорофит это целое растение. Оно может быть маленькое, крохотное, если спорофит не преобладает в жизненном цикле. Или наоборот, огромное, допустим, какое-нибудь дерево покрыто семенного растения, если спорофит уже полностью преобладает в жизненном цикле. Но в любом случае это какая-то структура, целая структура или целое растение. Уже внутри спорофита различают специальный орган спорангий, в котором внутри находится спорогенная ткань, из которой уже и образуются споры. Из клеток которой образуются споры. То есть спорангий это такой же орган, как лист, корень, стебель. Ну вот еще есть такой орган спорангий. То есть у нас есть спорофит, целое растение. И на нем где-то есть спорангий. Один или несколько, в котором есть специальная спорогенная ткань, клетки которой делятся, каким способом мы еще с вами обсудим, и образуются в результате споры. Надеюсь, с этим понятно. Идем дальше. Еще одно важное слово это гометофит. Понятно, что тут речь уже идет про гометы. Но мы опять имеем дело с целиком, с целым растением. То есть гометофит это следующая стадия развития в жизненном цикле растения, которая называется гометофит. И тут опять же, это может быть вот такое вот зеленое растение, как у мхов, мы с вами сегодня увидим. Или маленькая штуковина у папоротников, да, заросток то, что называется. Но в любом случае это какая-то отдельная растительная сущность, которая вот как-то существует. Может быть она будет существовать за счет спорофита, может быть самостоятельно. Но в любом случае это какая-то площадка, на которой уже развиваются тоже органы. По аналогии со спорангием, есть еще половые органы растений, которые называются женский архегоний, а мужской антеридий. И внутри этих органов происходит гометогенез, но по растительной схеме, да, там гометы метозом образуются. И в архегонии получается у нас яйцеклетка, а в антеридии образуются мужские гометы, спермии или сперматозоиды. В зависимости от того, подвижные это структуры, тогда это сперматозоиды, или неподвижные клетки, тогда это спермии. Теперь, когда мы ввели с вами необходимый минимум терминов, давайте посмотрим на общую схему жизненного цикла растений. Этот жизненный цикл, он характерен для всех растений. А дальше уже начинаются всякие нюансы, в которых будет легко разобраться, если вы усвоите эту основную схему. Итак, спорофит. Он имеет плоидность 2Н, всегда. Он диплоидный. И, как мы выяснили, это какая-то целая растительная сущность. Дальше. На спорофите внутри спорангия образуются с помощью миоза споры, которые имеют плоидность Н. Они гоплоидные. Спора – это одна маленькая клеточка в такой более-менее плотной оболочке. Поэтому у нас считается размножение спорами более примитивным, чем размножение семенами. Потому что семена – это уже многоклеточные структуры с запасом веществ, с зародышем. А спора – это одна клеточка, которая дальше начинает делиться у нас метозом. И в результате из споры у нас вырастает гометофит. Поскольку у нас спора была гоплоидная и делилась она метозом, то плоидность сохраняется. То есть гометофит у нас тоже гоплоидный, имеет плоидность Н. Дальше, как мы с вами сказали, гометофит – это тоже отдельная стадия. И внутри гометофита у нас там есть половые органы. Там образуются гометы. И образуются они у растений не так, как у нас, а метозом. Мы помним, что у животных гометы образуются миозом. Мы даже с вами рассматривали в школьной программе гометогенез. Там был овагенез, сперматогенез. Но у растений все отличается. Нет, у них гометы образуются метозом. Из гоплоидного гометофита. Но им не нужно делать миоз, потому что они и так уже будут гоплоидные. И потом две гоплоидные гометы сливаются друг с другом. Происходит оплодотворение. И образуется зигота. Поскольку у нас Н плюс Н будет 2Н, то зигота у нас диплоидная. И дальше из этой зиготы, как вы думаете, каким делением образуется спорофит? Зигота – это тоже одна клетка. То есть она должна претерпеть множество делений, чтобы превратиться в многоклеточную структуру спорофита. Что же с ней происходит? А происходит с ней метоз. Зигота у нас 2Н. И спорофит у нас тоже 2Н. Тут не требуется изменение плотности, поэтому у нас деление метоз. Вот так вот это выглядит в общем виде. Да, пожалуйста, запомните вот эту схему. Дальше тогда у вас изучение ботаники и жизненных циклов растений пойдет как по массе. Спасибо, что продолжаете смотреть видео. Если считаете, что нам надо снимать еще, подпишитесь на канал. Так мы поймем, что наши усилия не напрасны и продолжим снимать новые ролики. Итак, продолжаем с вами дальше. Теперь уже переходим непосредственно к такому прекрасному растению, которое относится мхам и называется кукушкин лен. Смотрите, почему так назвали страну кукушкин лен? Потому что отдельная вот эта маленькая зелененькая растеница она кому-то напомнила по своему габитусу, по своему внешнему виду растение лена. Ну, растение лена оно побольше будет, но с похожими такими вытянутыми листиками. А вот эта вот структура как раз коробочки на ножке напомнила кому-то кукушку, сидящую в гнезде. И поэтому назвали это растение кукушкин лен. Какие есть еще особенности у кукушкина лена, которые нам нужно с вами знать? Ну, во-первых, что это у нас листостебельный мох. В отличие от печеночных мухов, у которых там все еще как у водорослей, слоевище, у кукушкин лена, как у всех листостебельных мухов, есть листья и стебель. Сюрприз! Листостебельный мох, оказывается, имеет листья и стебель. Так и есть. И стебель кукушкина лена не ветвится. То есть вот он у нас идет, один стебель, и от него сразу отрастают вот такие вот вытянутые листья. Если мы с вами посмотрим на эти листья в какой-нибудь увеличительный прибор, то увидим примерно следующее. То есть вот этой частью лист обхватывает стебель и плотненько к нему присоединяется. А вот это так называемый отгиб. Здесь он чуть поменьше изображен, чем вот здесь. Но это какой-то маленький листочек. Вот по краю такой вот зубчатый. Дальше. Мы с вами выясним, что одна из стадий развития кукушкина лена представлена коробочкой на ножке. Дальше с вами разберемся, как она устроена и что в ней происходит. Пока мы с вами можем увидеть здесь ножку, можем увидеть здесь коробочку. Но внимательные школьники могли заметить, что вот на этой фотографии коробочка как-то не похожа вот на эту коробочку, которая нарисована. А дело все в том, что вот эти коробочки, они более зрелые. Вот эта коробочка, она еще прикрыта колпачком. И, собственно, именно вот этот колпачок, видите, у него на верхушке как будто клювик. И напомнил ученым кукушку, сидящую в гнезде. Но потом, по мере созревания, этот колпачок спадает. Затем коробочка, она вот так вот, видите, становится горизонтально поверхности. И вот этот колпачок спадает, освобождает коробочку, и там из специальных отверстий у нас выпадают споры. Если мы с вами возьмем этот лист, теперь опять вернемся к нему, и разрежем его вот так вот поперек, и потом посмотрим на этот поперечный срез под микроскопом, то мы вообще увидим что-то вот такое, очень странное. Да, у нас тут будет вот такая вот пластиночка, и на ней будут вот такие вот прямостоячие ряды клеточек. И вот эти как раз зеленые клеточки, это у нас хлорофилоносные клетки, да, которые несут в себе пигмент хлорофил, и нужны они, собственно, для того, чтобы фотосинтезировать. И видите, лист он такой плотненький, такой сухонький, я бы даже сказала. И действительно, если вы пойдете трогать листья кукушкиного льна, то обратите внимание, что листья там, они никакие, ну, не набухшие, то есть они вполне себе нежные, да, не очень жесткие, но при этом довольно плотненькие. И что еще нам нужно здесь с вами рассмотреть? Давайте посмотрим теперь на стебель. Мы с вами посмотрели, как выглядит лист в разрезе. Давайте теперь разрежем вот так вот наше растение, тоже поперек, и посмотрим на его, да, поперечный срез. Вот он будет выглядеть вот так. Здесь мы с вами видим что? Мы видим листья, которые обхватывают, да, как бы этот стебель, вот как раз этот листик, да, тот, который мы с вами видели, он был вот с этими загнутыми структурами, потому что уже как бы отрастал от стебля. Вот эти листья в нижней части, они вот таким вот образом обхватывают стебель. Еще мы с вами видим, естественно, стебель. И видим здесь, что ткани не особо дифференцированы. И это связано с тем, как раз, что вот здесь вот мы видим никакие не корни. Мы видим здесь ризоиды. Это слово произошло от двух корней. Рида корень и оида с похожей. То есть что-то корнеподобное. Подобное оно корням тем, что закрепляет растение в субстрате. Но при этом не выполняет другую важную функцию корней. То есть всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ. Эти ризоиды, как мы сказали, нужны только для заякоривания в субстрате. Но тогда вы спросите меня, а как же тогда растение получает воду и растворенные в ней минеральные вещества? И я отвечу вам, оно делает это с помощью всей поверхности своего тела. Посмотрите, если мы обратим с вами внимание на органы этого растения, то мы увидим, что и они особо друг от друга не отличаются. То есть что стебель у нас вполне себе фотосинтезирующая часть, что листья тоже для фотосинтеза. То есть они работают сразу надо всем. Если у нас вообще признаком такого продвинутого организма является дифференцировка, то есть вот у нас нервная ткань, она не может ничего другого делать, кроме как выполнять функции нервной ткани. Или эритроциты, они настолько специализированные, что не могут больше никаких функций в организме выполнять. А вот у таких примитивных организмов, как мхи, у них все клетки заточены под одно и то же, то есть они делают все и сразу. Не очень дифференцированные клетки. И вот здесь листья и стебли и впитывают воду, и минеральные вещества, и фотосинтезируют. И занимаются транспирацией. В общем, занимаются всем, что нужно растению. Теперь, собственно, переходим непосредственно к жизненному циклу. Итак, выясняется, что вот эта вот растенница симпатичная, маленькая, зелененькая, которую мы с вами видим, это гометофит. Причем у кукушкиного льна это двудомная история. То есть у нас на разных растениях сидят женские и мужские половые органы. Одну растенницу у нас это женский гометофит. То есть все вот это растение, стебель, листья, ризоиды, это все одно растение, это женский гометофит. Вот это целая растенница и мужской гометофит. И уже вот внутри, вот здесь вот точнее на верхушечной части, располагаются мужские и женские половые органы. На женском гометофите развиваются архегонии, вот такие вот бутылочки, внутри которых лежат яйцеклетки. А на мужском гометофите развиваются антеридии с специальной тканью, в которой образуются спермии. Дальше эти спермии выплывают, плывут и происходит оплодотворение. Причем оплодотворение обязательно должно происходить в присутствии воды. То есть вот тут вот капелька должна воды упасть, тогда оплодотворение произойдет. Ну, потому что спермии, кроме всего прочего, еще и неподвижные клетки. Так еще и как им добраться иначе, по воздуху они летать не умеют. То есть они могут только с током жидкости, с током воды вот сюда приплыть к яйцеклеткам. Дальше после оплодотворения у нас образуется зигота. Да, мы с вами помним, вот она эта диплоидная зигота. И смотрите, здесь обратите свое внимание. Похожая структура. Вот бутылочка у нас была с яйцеклеткой, а теперь у нас стала бутылочка с зиготой. То есть зигота у нас образовалась в верхушечной части женского гометофита. И дальше, там же, никуда не деваясь, эта зигота начинает делиться, и из нее начинает прорастать спорофит. И дальше, когда этот спорофит вырастает, он вырастает где? Он вырастает прямо на верхушке женского гометофита. И там и существует. И спорофитом у нас является коробочка на ножке. Вот коробочка, вот ножка. И смотрите, что у нас получается. У нас получается интересная штука. У нас на одном и том же растении есть структуры и диплоидные, и гоплоидные. Вот это у нас все еще гометофит. Он не переродился в спорофит вдруг. Да, он все еще гометофит и все еще имеет плойдность N. А вот эта ножка и коробочка уже имеет плойдность 2N и является спорофитом. И обратите внимание, что спорофит, он такой количневенький, да? Вообще-то не очень похоже на фотосинтезирующую структуру какую-то. И все правильно, действительно. Спорофит у мхов особо не фотосинтезирует. Он питается за счет гометофита. Поэтому иногда вы можете в некоторой литературе встретить такое выражение, что у мхов спорофит паразитирует на гометофите. Ну, это, конечно, немножко неправильно говорить. Надо ставить кавычки обязательно, потому что это все равно, что сказать, что ребенок, да, у женщины паразитируют внутри живота, когда, в общем, она ходит беременная. Ну, это странно немножко, да? Вообще-то это наше потомство, и это биологический смысл жизни оставить это потомство. Поэтому эту структуру, она, конечно, не паразитирует. Это не два разных организма. Это один и тот же организм. Но сказать, что гометофит преобладает в жизненном цикле мхов, мы можем, как раз-таки опираясь вот на тот факт, что спорофит вырастает на гометофите и питается за его счет. Дальше заглянем в коробочку. Внутри коробочки она является спорангием, и внутри нее как раз-таки располагается спорогенная ткань, из клеток которой миозом образуются споры. И дальше из споры, это одна клеточка, она начинает делиться. Из нее вырастает сперва вот такая ниточка клеток. Эта ниточка клеток называется протонема. И уже из нее затем вырастает у нас гометофит, который обзаводится ризоидами, отращивает стебли и листья и так далее. И наш жизненный цикл замыкается. Смотрите, теперь давайте с плуидностью еще разочек вам напомню. Не зря вот здесь проведена такая черта. Это черта, которая разделяет у нас гоплоидную и диплоидную стадию в жизни кукушкиного льна. Но здесь это разделение очень условное, потому что вот тут мы видим с вами гоплоидную структуру, гометофит, но тут уже такую главенствующую роль на передний план у нас выходит именно спорофит. Смотрите, то есть вот эта часть картинки у нас, тут у нас гоплоидные структуры работают, а на этой половинке у нас работают диплоидные структуры. И это подтверждает ту схему, которую мы с вами рассматривали до этого. То есть у нас гометофит гоплоидный, из него метозом образуются гометы, затем у нас происходит оплодотворение, и это переход к диплоидности. Зигота диплоидная, из нее метозом растет спорофит. В спорофите миозом образуются споры. Миоз – это обратный переход по плойидности, то есть от диплоидности к гоплоидности. Образуются гоплоидные споры, из них метозом прорастает протонема, и затем дальше, продолжая делиться метозом, наша растенница растет, его клетки продолжают делиться метозом, и растенница растет. Теперь давайте поподробнее приглядимся к некоторым аспектам этого жизненного цикла, например, к тому, что из себя представляет протонем. Мы с вами говорили, что споры – это у нас такая одноклеточка с плотной оболочкой, которая способна, во-первых, легко распространяться, она нужна для того, чтобы кукушкинен расселялся, но еще нужна для того, чтобы пережидать неблагоприятные условия. И дальше, когда условия становятся все-таки благоприятными, из-за этой вот споры у нас начинают прорастать такие нити, которые и называются у нас протонемой. И дальше у нас вырастает уже взрослый гометофит. Вот так вот выглядит эта протонема на самом деле. Под микроскопом мы видим здесь клетки с клеточной стенкой, и видим внутри этих клеток хлоропласт, много-много хлоропласта. Больше здесь под цветовым микроскопом мы с вами ничего не увидим. Теперь давайте вернемся к нашей вот этой схеме и расставим здесь то, что характерно именно для кукушкиного льна. То есть вот мы говорим, спорофит – это целое растение, или такая, в общем, целая растительная структура. И в данном случае это будет коробочка на ножке. Спорангий – орган, который, собственно, отвечает за то, чтобы делать споры – это у нас сама коробочка. То есть уже ножка вот к этому не относится. Спорангий – это у нас коробочка. В коробочке располагается спорогенная ткань. Вот здесь вот на рисунке мы видим с вами продольный разрез коробочки, и тут есть разные структуры. Вот есть крышечка, например. Есть вот такая штука, которая называется колонка. Она разделяет две камеры, как бы, да. Тут вот покровы этого спорангия, да, этой коробочки. А вот, собственно, внутри, здесь вот квадратиком красным выделена часть спорогенной ткани, где, собственно, и происходит миоз и образование спор гаплоидных. Гометофит, мы с вами сказали, что это целое растение, и для мхов это, ну, прямо вот то, что доктор прописал, чтобы запомнить, да, целое растение, действительно. Это листостебельная растенница, причем мы выяснили, что мужские и женские растения, да, это отдельные структуры, и на женском растении развиваются архегонии, да, такие половые органы, в которых происходит образование яйцеклеток, а на мужских особях развиваются антеридии, и в них происходит образование спермиев или сперматозоидов. Вот как это выглядит. Вот это, смотрите, собственно, верхушка женского экземпляра, и вот здесь мы с вами видим такую вот бутылочкообразную структуру, она перевернута горлышком вниз, и вот тут вот находится яйцеклетка. Дальше вот здесь вот мы видим с вами как раз-таки, это у нас антеридий, и вот здесь внутри образуются спермии, внутри этого антеридия, да, то есть тут тоже не сплошные антеридии, они перемежаются со стерильными структурами, то есть со структурами, которые не имеют отношения к половому размножению. Теперь давайте посмотрим поподробнее, как же происходит оплодотворение у мхов. Для оплодотворения у мхов обязательно нужна капельная вода из окружающей среды, это мы с вами выяснили. Вот отсюда у нас из антеридии выплывают спермии, да, и эти спермии или сперматозоиды, они у нас плывут по капельке и проникают внутрь архегониев и сливаются с яйцеклеткой. Собственно, после этого у нас образуется зигота, и из этой зиготы у нас вырастает вот эта прекрасная коробочка на ножке. Здесь прямо отчетливо видно сходство с кукушкой, на мой взгляд. Посмотрите вот на этот экземпляр, вот ее клювик, да, голова, вот перышки даже немножко такие растрепанные. Это вот коробочка, да, еще с колпачком на себе. А вот коробочка, с которой уже свалился колпачок, вот этот, да, верхний, и вот у нее есть крышечка, вот ее основная как бы структура, внутри которой находится спорогенная ткань, с помощью миоза, где из клеток образуются споры. После просмотра видео рекомендую вам подписаться на нашу группу ВКонтакте. Там куча инфографики и другого полезного контента. Посты в группе имеют четкую структуру и охватывают все темы школьного курса. Будет интересно. Теперь давайте вернемся к нашему заданию. Итак, какой же хромосомный набор характерен для клеток листьев мха кукушкина льна и его спор? Ну, теперь, я думаю, вы здесь без труда ответите. И надо объяснить, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки. Для клеток листьев мха кукушкина льна характерен гаплоидный набор хромосом N. Они образуются путем метоза и споры. Друзья, вот здесь иногда бывают ошибки именно в формулировке. Поэтому будьте внимательны. Не надо писать, что листья кукушкина льна являются гометофитом. Они сами по себе не гометофит. Если уж вам так хочется блеснуть знаниями, то скажите, что это часть гометофита. Это будет правильно. То есть листья – это у нас часть гометофита, а гометофит у нас развивается с помощью деления метозом, споры. Споры делятся метозом, и у нас растет гометофит. Дальше. Для спор характерен гаплоидный набор хромосом N. Они образуются путем миоза из клеток спорогенной ткани коробочки. Обратите внимание, тут не написано, они образуются из спорофита. Или они образуются из спорангия. Но они не образуются из спорангии. Нас же спрашивают. Объясните, из каких исходных клеток, то есть клетка исходная, может быть только одна. Одна, понимаете? Она начинает делиться, и из нее уже что-то вот получается. Поэтому мы говорим, что из клеток спорогенной ткани коробочки. Можно здесь написать путем миоза из клеток спорогенной ткани спорангия. Ну, на худой конец, из спорогенной ткани спорофита. Но все-таки, мне кажется, важным здесь и коробочку тоже упомянуть. Вот все. Вот оно решение этого задания. И это задание второй части. За это задание вы получите целых 3 балла. Первичных. Поэтому, я уж думаю, можно поднапрячься и запомнить, по-моему, не очень сложную информацию по этим жизненным циклам. Кроме кукушкиного льна, есть еще разные представители листостебельных мухов. Кукушкин лен у нас относится к зеленым мухам. А есть еще так называемые белые мхи или сфагнумы. Сфагнумы, это тоже листостебельные мхи, но они будут отличаться у нас от кукушкиного льна. Смотрите, тут есть стебель, и этот стебель ветвится. Вот это, это веточки сфагнума. И здесь есть два типа листьев даже, которые сидят непосредственно на стебле. Но здесь нам их не видно, они очень маленькие. И есть веточные листики, которые сидят на веточках. Но вы увидите, что вот тут как будто вот эти штучки, они какие-то чешуйчатые. И если вам вдруг захочется случайно назвать их листьями, а я понимаю, что может возникнуть такое желание, то вы присмотритесь лишний раз, увидите, что эти структуры, они такие чешуйчатые, которые как будто сами усеяны листиками. И действительно это так. Просто еще эти листики идут вот так вот внахлест, и поэтому получается такой эффект хвостика какого-то, да, как будто это какие-то хвостики. Но на самом деле это веточки с сидящими на них листиками. Вот здесь как раз таки приведен пример вот этого веточного листика. И сейчас мы посмотрим, как он выглядит поближе. Смотрите, тут уже видно, что он какую-то имеет интересную структуру, такую ажурную очень, да. И сейчас мы с вами разберемся, с чем это связано. Вот если мы приблизим вот это изображение под микроскопом и присмотримся вот сюда, то мы увидим, что здесь два типа клеток. Вот такая вот длинная и сравнительно толстенькая структура это гиалиновая клетка, или ее по-другому называют воздухоносная клетка. Она, вот эти вот штучки, да, перемычки вот такие, это на самом деле просто отражение неравномерной утолщенности клеточной стенки этой клетки. Эта клетка мертвая, от нее осталась только клеточная стенка, и она утолщена неравномерно. Вот там, где эти перемычки, просто толще слоя клеточной стенки, чем там, где этих перемычек нет. То есть вот идет, и получается вот эти колечки, да, утолщенные, они как бы обхватывают клетку, просто мы видим с вами только как бы переднюю ее часть. И функция этой гиалиновой клетки запасать внутри себя либо воду, если сфагнум мокрый, либо там накапливается воздух, если сфагнум высыхает. Причем он может это делать туда-сюда, то есть он может и намокать, и высыхать. В общем-то, ему нужно побыть довольно долгое время, мертвым, сухим, да, и что-то еще с ним должно произойти, чтобы, в общем, он обратно не ожил, когда происходит намокание. Довольно устойчивое растение. А вот эти вот клетки потоньше и зелененькие, мы видим с вами там зернышки, это хлоропласты, и это хлорофилоносные клетки. Вот одна хлорофилоносная клетка, вот она, да, а вот эта вот более длинная, вот такая вот изогнутая, толстенькая клеточка с перемычками, это воздухоносная или гиалиновая клетка. И дальше мы с вами столкнемся с заданием, которое взято из вариантов прошлых лет, как раз связанного вот с этими гиалиновыми клетками воздухоносными. Поэтому запоминаем, держим это в голове. И еще одна структура, про которую мы с вами ничего здесь не сказали. Здесь, как и полагается, листостебельным хам тоже в жизненном цикле существует стадия коробочки на ножке. Только ножка здесь чуть покороче, и коробочка такая смешная, кругленькая, но тоже с шапочкой, тоже с такой крышечкой, которая открывается, и из этой коробочки высыпаются споры. Ну, и давайте теперь, пожалуйста, посмотрим на жизненный цикл сфагнума. Он по своей структуре не очень-то отличается от жизненного цикла кукушкиного льна. Поэтому, если вы вдруг на экзамене забыли, ну вот не помните вы ничего про сфагнумы, ну, надо хотя бы вспомнить, что это тоже листостебельный мох, и у него жизненный цикл очень сильно похож на жизненный цикл кукушкиного льна. Единственное, чем он может отличаться, это то, что сфагнум у нас, это однодомное растение, чаще всего там от вида к виду отличается, но нас это не интересует в рамках ЕГЭ. Все-таки чаще всего говорят, что там женские, мужские половые органы сидят на одном растении, то есть на одном гометофите. То есть еще другими словами можем сказать, что гометофит у сфагнумов обоеполый. И вот он, собственно, так выглядит, да, это самая симпатичная часть сфагнума, он сам, это гометофит с архегониями и антеридиями. И дальше у нас тут метозом внутри, да, архегоний и антеридиев образуются сперматозоиды и яйцеклетки. Дальше они сливаются, происходит оплодотворение, и образуется зигота диплоидная. Дальше из зиготы путем метоза у нас образуется спорофит, коробочка на ножке. И если у кукушкиного льна, это еще одно отличие, да, у кукушкиного льна на одном растенице, на одном гометофите вырастает только один спорофит, только одна коробочка на ножке, то у сфагнума на одном растенице вырастает обычно несколько таких коробочек на ножке. И дальше уже внутри, да, коробочки, в спорогенной ткани клетки делятся миозом И у нас получаются споры, которые у нас гаплоидные. И дальше из споры путем метоза уже прорастает протонема, и из нее вырастает новый гометофит. То есть, смотрите, никаких отличий нет. Ну, только два отличия мы с вами нашли. Это то, что у нас гометофит обоеполый, там и архегония, и антеридия сидят на одном растении. Потому что коробочек на ножке может образовываться сразу несколько. Теперь давайте порешаем задание. Не зря я вам рассказала про сфагновый мох. Часто кукушкин лен и сфагновый мох сравнивают между собой. Вот, например, такое задание. Вот особенности. И нам надо сравнить вот эти организмы. Но прежде чем их сравнить, нам нужно их сначала узнать на этих черно-белых изображениях. И вот мы с вами видим, да, вот это кукушкин лен. Вот она, эта коробочка на ножке, похожая на кукушку. И вот они у нас разнополые гометофиты. А вот обоеполые гометофиты. И тут по несколько коробочек на ножке на каждом растении. То есть и сразу давайте себе подпишем, да, цифра 1 это у нас кукушкин лен получается. А под цифрой 2 у нас сфагну. Есть резоиды. Вот это то, что мы с вами еще не упомянули. Но то, что зато видно прямо на этом изображении. Резоиды у кукушкиного лена есть, а у сфагнового даже нет резоидов. Как же он тогда держится? А он растет на болоте. И там очень мягкий субстрат. Вот этот торф, собственно, который образован самим сфагновым мхом. И они там вот так вот плотно прилегают друг к другу обычно. И, в общем, им не нужно там ничего крепиться. Они так друг об другу опираются и не закрепляются. Вот. То есть есть резоиды. Это у нас кукушкин лен. Дальше. Водоносные клетки отсутствуют. Мы с вами, когда рассматривали поперечный срез листа кукушкиного лена, мы видели там только хлорофилоносные клетки. То есть там никаких водоносных клеток нет. Однодомное растение. Вот. Смотрите. То есть это в одном домике у нас и женщины, и мужчины живут. Это у нас вот тут. Вот. Да. Тут у нас смешанное общежитие. А у кукушкиного лена отдельно для мальчиков и для девочек растение. Есть водоносные клетки. Это уже для сфагнового характера. Стебель не ветвится. Это у нас характерно для кукушкиного лена. И резоиды отсутствуют. Ну, понятно, что это сфагнум. Таким образом у нас получается 1-1, 2-2, 1-2. Идем дальше. Следующее задание. На последовательность. Установить последовательность стадии жизненного цикла мха сфагнума, начиная с оплодотворения. Да. Мы с вами рассмотрели жизненный цикл. Давайте теперь применять знания. Что у нас тут? Ну, первое будет идти оплодотворение. Нам сказали в задар. После оплодотворения должна образоваться зигота. Ищем, есть ли у нас тут что-то такое. Нет. Зигота нет. Что вспоминаем дальше после зиготы? Зигота у нас делится метозом и образуется у нас спорофит. А спорофитом у нас является коробочка на ножки. То есть развитие коробочки на ножки будет следующим пунктом. Потом что? Должны образоваться споры. Дальше развитие спор идет номер 5. Потом что? Спора прорастает. И первое, что из нее появляется, это протонема. Цифра 6. Потом из протонема у нас должно развиться листостебельное растение. Цифра 2. И уже на листостебельном растении развиваются половые органы и гометы. Цифра 4. Получилась последовательность 1, 3, 5, 6, 2, 4. Задание решено. Идем дальше. Еще одно последнее задание. Это задание второй части. Известно, что появление мха сфагнума в лесу вызывает заболачивание территории. Объясните, благодаря каким особенностям строения сфагнум способен накапливать и удерживать воду. Помните, я вам обещала, что будет такое задание, где нужно вспомнить про гиалиновые клетки. Ну или воздухоносные клетки. Вот как раз это то самое задание. Сфагнум состоит из двух типов клеток. Мертвых воздухоносных и обычных зеленых или хлорофилоносных. И воздухоносные клетки способны накапливать большое количество воды. Что и приводит к заболачиванию. То есть сфагнум начинает расти во влажном месте. А за счет того, что он может впитывать огромное количество воды, он еще больше увлажняет это место. И заболачивание нарастает и продолжается. Давайте я напомню, как это выглядит. Вот они наши водоносные клетки или гиалиновые. И вот она хлорофилоносная клеточка с хлоропластами, нужная для фотосинтеза. Ну что, на этом мы с вами завершаем. И я вам рекомендую идти потренироваться, решать задания на наш сайт. У нас там большая подборка заданий по ботанике и не только. Для того, чтобы попасть на наш сайт, вы можете воспользоваться этим QR-кодом. Или перейти по ссылке в описании к видео. Там еще много интересных всяких ссылок, в том числе на наш курс подготовки к ЕГЭ по биологии. Советуйте его друзьям, занимайтесь сами. Ну а я прощаюсь с вами. С вами была Маргарита Журавкова, преподавательница школы степенин.ру. До новых встреч и классных биологических открытий. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok